привет всем кому интересный ремонт сегодня у нас skoda fabia 2000 года с двигателем 1.9 64 лошадиные силы и у нас буксует сцепление плюс очень неприятный звук звук этот может быть конечно же из-за самого сцепления а может быть даже из коробки поэтому давайте-ка попробуем разобрать и попробуем разобраться так ну что поехали что мы первым делом делаем конечно же отсоединяем аккумулятор минусовую клемму а потом плюсовую отсоединяем и вытаскиваем короб воздушного фильтра площадку аккумулятора теперь отсоединяем трассе от коробки откручиваем крепление тросов откручиваем рабочий цилиндр сцепления и потом чтобы нам ничего это не мешало при монтаже подвязываем например сюда откручиваем электрические разъемы и выкручиваем два болта которые у нас сверху держит коробку и один болт который мы отсюда можем просто дотянуться который у нас держит стартер и переходим вниз иногда вопрос задают подскажите пожалуйста вот вы разбирали мотор на nissan rd 28 а какой ключ под болты на головку а двигатель я этот разбирал три года назад друзья вы правда думаете что я помню какой ключ под болты на головку на двигателе который я разбирал три года назад ну чем вам дожидаться моего ответа вам гораздо проще будет взять просто ключик и померить вы берете ключик на 19 опа большой раз ключик на 17 опа маленький значит какой составляем логическую цепочку и у нас выходит о чудо ключик на 18 кстати я как-то никогда не задумался rd 28 это прям как на ракеты ракетный двигатель 28 rd 28 должен ездить быстро правда он еле биздит но должен сразу можно еще стартер откинуть в смысле электрическую его часть отсоединить вот так теперь теперь мы можем вывесить двигатель вот за эту петлю и открутить крепление двигателя чуть чуть его приспустить чтобы почувствовать что он пошел вниз и переходим в нижнюю часть автомобиля вот так вот так Левый привод мы снимем полностью А правый только открутим от коробки Откручиваем подрамник, нам он будет мешать Снимаем вот эти болтики, ну и потом по плану эти Вот здесь будет у нас крепление коробки Откручиваем рулевую И непосредственно сам подрамник Ах да, еще стабилизатор Правый привод мы откручиваем только со стороны коробки Ах да, еще стабилизатор А левый откручиваем и снимаем полностью Подкрыльник нам будет мешать, поэтому тоже его снимаем Теперь приспускаем коробку с двигателем, контролируем, чтобы не оборвать никакие кабеля и шланги Чтобы у нас ничего нигде не зацепилось К сожалению, такое бывает Откручиваем планку крепления коробки Потому что она нам будет мешать извлечь ее Кнопка включения задней передачи Отсоединяем Вот, ну и что теперь нам осталось В принципе, почти ничего Откручиваем стартер Болты по кругу Страхуем коробку, чтобы она не упала Ах, нет Чуть не забыл Вот эту чашку нам надо раскрутить Потому что она нам будет мешать извлекать коробку Это важно И вот эту же стянку Очень важно Вот этот болтик Должен быть очень-очень короткий То есть, если вы его потеряли Найдите, пожалуйста, такой же Или возьмите обычный и обрежьте Иначе он будет касаться обмаховик Потому что он будет очень сильно скрежетать А вы после замены сцепления Опасаясь, что что-то сделали не так Будете припускать жиденьким Иначе он будет припускать Ну и если вы не забыли никакой болт, то коробка должна соскочить. Старайтесь держать ее параллельно двигателю. Ну вот. Если мы покрутим завал коробки, то у нас очень-очень мягенько, без никакого постороннего шума она крутится. Поэтому будем надеяться, что с ней все в порядке. И вся у нас проблема именно сцепления. Сцепление заказано. Снимаем это. 12-гранная головка на 9. И поехали откручивать по кругу. Вот сейчас появился слегка-слегка запах подпаленного сцепления. Так, подкавернем. Вот видно выработка заклепок. Хотя, честно сказать, я видел гораздо-гораздо хуже. Это еще не самый критический случай. Хотя сцепление откровенно буксовало. Сцепление я заказал. Сцепление в пути. А пока между делом я хочу вам похвастаться. Заказал себе один новенький инструмент. Пришел он ко мне с Польши. Заказал я его в среду. А сегодня у нас вторник. Следующей недели. То есть посылка минус выходные. Пришла мигом. Давайте глянем, что это. Вот так это дело приехало. Здесь у нас права. Отложим. Вот такой вот аппаратик. Это у нас не что иное, как тиксварпер. Хорошая или плохая. Как сказал умный человек, один самый лучший аппарат это любой. Варит не аппарат, а сварщик. Я пока ни в коем случае не претендую на толкового сварщика аргонно-дуговой сваркой. Потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что здесь дела обстоят примерно как с пианином. То есть если вы покупаете пианино, автоматически вы не становитесь ни разу пианистом. То есть это теперь мне его подключать, пробовать, тыкать, читать, учиться, ошибаться, портить огромное количество недешевого газа, прутков, электродов, сопел и так далее. И может быть, если у меня в конце концов хватит мозгов, а я на это очень надеюсь, то в конце концов мы с вами даже когда-нибудь поварим алюминий. Для этих задач в принципе я его и купил. Меня не интересует ни ржавейка, потому что я ее обычным полуавтоматом варю. Меня не интересует медь, бронза, потому что мне не приходилось никогда варить ни медь, ни бронзу. Один раз, один раз, ну я горелочкой и варил, специальными прутками переходничок делал на газ, кстати, на баллон. Это единственный раз, вот за всю мою производственную практику мне пришлось сделать. Вот, а алюминий, мне приходится с ним иметь дело частенько. И так как у меня здесь не было до настоящего момента условий для сварки алюминия, приходилось мне обращаться всегда к другим людям. Какое-то время, я так предполагаю, что я еще все же буду к ним возвращаться, обращаться, пока не освою хотя бы базовые навыки сварки аргунно-дуговой сваркой. Что у нас в комплекте идет. Я еще сам не знаю, что у нас, ну как, я знаю лишь по описанию. На сайте, где я покупал, значит, у нас идет один кабель минусовой, второй, минусовой или, потому что там, я понимаю, можно менять полярность. А может и нет, мне еще учиться и учиться. Шланг партмоне. С чем оно у нас? Оно у нас идет непосредственно с горелочкой. В комплекте идут у нас два красных электрода, направляющие, сопло и вот этот вот хвост, я не знаю, как он называется. Пока не знаю, научусь. Дальше. И еще одна у нас коробочка. Вот такая коробочка. Здесь у нас педалька. Нифига себе педалька. Неожиданно. Я думал, здесь педалька будет такая, как на швейной машинке. А здесь педалька такая. Будь здоров. Газ, тормоз. Ну вот как-то так. Что могу сказать? И это очень важно. Друзья, это ни разу не реклама. Это вот аппарат называется Шерман. А что это такое? Я не знаю. Может быть абсолютное барахло? И все эти крутилочки, индикаторы, это лишь для того, чтобы дурачок радовался. То есть на самом деле там один провод подходит к лампочке и все. Я включаю такой, и слюни текут. Может быть. А может быть это один из самых лучших бюджетных аппаратов. Потому что он реально недорогой. Мне он обошелся где-то 800 евро. С пересылкой совсем. Поэтому хороший это аппарат или плохой аппарат. Мы с вами в дальнейшем, я надеюсь, очень надеюсь, мы с вами разберемся. А может быть ко мне какой-то специально обученный человек подойдет и скажет, что же ты творишь. Смотри, вот на самом деле вот так и вот так. И ух ты, какой у тебя аппарат. Я ничего не могу сказать. Пока для меня это все новое. Мне предстоит учиться. Ну, я не буду вам показывать, как я буду учиться. Когда я уже что-то научусь, я вам обязательно покажу. А учиться нет. Я же не хочу, чтобы вы с меня ржали, правильно? Ну, на настоящий момент я пока радостный. А как оно дело пойдет дальше, буду вас держать на волне. Работаем дальше. Четыре часа мне везли сцепление. Я уже успел машину отремонтировать, покрасить и продать. Вот, наконец-то все это у нас пришло, болел. Вот, теперь мы можем наглядно сравнить толщину, разницу в дисках. Ну, не такая катастрофическая, честно говоря. Где-то у нас, ну, треть потерянный у этого диска. Будем надеяться, что заменой корзины с диском все и решит. Вполне вероятно, что и с самой корзиной что-то не то. Вот она здесь у нас чуть-чуть, чуть-чуть не такая, как вы видите, да? Вот, видимо, из-за разницы в фирме. Это люк, а это болело. Вот, ну ладно. Так, что-то доделаем. Ставим, что делаем. Машину должен был уже собрать и отдать. Она у меня еще подъемник занимает. Из-за этих нехороших людей. В комплекте смазочка для хода выживного подшипника. А почему вы не меняете сальник? Потому что не уплочено. Потому что, поговорили с хозяином, говорю, покупать он говорит, нет, 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 не надо. Просто, чтобы машина ездила. Ну, хорошо. Баба с воздуха, были легче. Так-то все. Хирбокс. Эта сторона идет к коробке. Теперь, как нас научил наш коллега Игорь из Германии. Центруем диск. И кидаем сюда три сопли термоклея. Небольшие. Вот так раз. Вот так два и три. Так как все у нас металлическое здесь сохнет, это очень быстро застывает точнее. И ставим все это дело на двигатель. Затягиваем болты на корзине с усилием 20 ньютон-метров. Ставим коробку. Вот как всегда я способом просто отцентровать сцепление, да? Ставим назад стартер. Друзья, пахалу. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мост можно снять Жестяночку не забываем на место И обязательно-обязательно Родной болтик Но либо похожий Теперь чашку назад А она подпружиненная Поэтому слегка напрягаем И чашку и болт Чтобы вошла в зацепление Дальше можно додавить ее Самой резьбой С каким усилием не скажу Не нашел я параметров по затяжке Ну я думаю килограмм Где-то 20-30 ньютонов Будет достаточно Нельзя перетянуть Потому что болты эти Имеют обыкновение отламываться Субтитры сделал DimaTorzok 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 А на сегодня у нас Как вы понимаете новостей больше нет Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем спасибо Всем удачи Адрес кому надо в описании